Для нас это было, может быть, какое-то двойное напоминание или двойной призыв. Во-первых, пример, который дал Иисус Христос, это пример евангельский. Мы очень часто говорим, что Ветхий Завет для нас является образами. А вот Новый Завет, это не образы. Новый Завет, это призыв к действию. Большая разница. Из Ветхого Завета мы черпаем образы для того, чтобы нам понять, понять Иисуса Христа, понять Бога, понять мироздание. Из Нового Завета мы не берем образы. Из Нового Завета мы берем указания, мы берем повеления, мы берем направления, которые Иисус Христос задает человечеству. И Он задает здесь очень важное направление или очень важную мысль, говорит каждому из нас, что никакое количество свиней не стоит одной души. Что цена, которую заплатить должны мы с вами, люди, гораздо больше, чем цена свиней или чего-то другого, что является, возможно, ценным для нас в этой жизни. Я не имею в виду именно материальную часть, я имею в виду все стороны нашей жизни. Что бы это ни было, она цена, которую Иисус Христос хочет, чтобы каждый платил за человека. Это цена того, что для нас дорого, то, что мы не хотим оставить. Поэтому для нас есть два выбора, две ситуации, или два лагеря, в которых мы можем оказаться. Мы можем оказаться в лагере Иисуса Христа, когда Он оставит все и идет за одним человеком. И в лагере людей, которые, выйдя и видя все это, говорят, нет, нам такое не нужно. Нам не нужен такой Христос. Нам нужен, может быть, какой-то другой Христос, и нам нужны наши свинья. Может быть, свинья такой, знаете, очень резкий пример. Нам нужно что-то другое. Мы хотим построить что-то свое. Как те люди из романа Достоевского, которые хотели построить что-то свое. Как человечество, которое, или даже это американская страна, которая сейчас хочет построить что-то свое. Построить ли? Не знаю. Посмотрим. Мы увидим. Я думаю, что церковь, пока церковь не откроет свои двери, и пока церковь не выйдет с Евангелием, с проповедью чистого слова, мир, то, конечно, построит эта страна то, что они строят. Потому что, когда Евангелие остается внутри закрытых стен, то мы проповедуем только друг другу, а мир остается в неведении. Нам нужно пересечь это озеро. Я хотел бы, чтобы сейчас мы немножечко настроились на то действие, которое предстоит каждому из нас с вами. Мы сейчас будем рассуждать над страданиями и смертью Господа нашего Иисуса Христа. Мы будем сейчас рассуждать над этой жертвой, которую Христос заплатил за каждого. За того, обесновавшегося, за меня хорошего. За каждого человека. Он заплатил одинаковую жертву. Эта жертва сильна. Эта жертва всесильна. Она способна очистить каждого из нас от любого греха, от любого преступления, от любого состояния. Мы сейчас скажем Господу спасибо за это. Мы склонимся перед ним в наших сердцах, в наших умах. Но апостол Павел в послании к Коринфянам он говорит следующее. Да испытывает себя человек. Да? Исследуйте себя. Вникайте в себя. Где мы? Кто мы? В каком состоянии мы находимся? В чьем лагере мы находимся? Какое понимание мы имеем? Готовы ли мы пожертвовать всем ради того, что дорого Иисусу Христу? Итак, я думаю, мы сейчас будем переходить к следующей, второй части нашего служения. Я попрошу всех встать. Мы совершим великое вопрос. Дорогой Господь, благодарность Тебе за Слово Твое. Мы благодарим Тебя за то, что Ты делаешь ясными и понятными вещи, которые для нас даже не видим. Которые мы не видим, которые мы даже не можем ощущать или осязать. Но читая Слово Твое, мы понимаем, что мы здесь находимся не одни. Господи, особенно мы понимаем, что сейчас в этом здании, в этом помещении присутствуешь Ты. Потому что мы пришли сюда для Тебя. Мы пришли сюда навстречу с Тобой. И Ты показываешь нам через этого бесклюющегося человека, что Ты готов идти навстречу с единственным человеком. Даже самым негодным, даже самым ничтожным и недостойным. Господи, мы благодарим Тебя за это. Благодарим за то, что Ты пришел сейчас сюда. Пришел для того, чтобы иметь с нами вечер. Мы славим и благодарим Тебя за Твою великую жертву. Мы благодарим Тебя, что через эту жертву, через Твое самопожертвование, через Твое самоотвержение, Ты укоротил все силы зла. Может быть, мы иногда боимся говорить об этих силах. Мы как-то избегаем этого. Но мы знаем, что они подчиняются Тебе. Они стоят на коленях перед Тобой. Они исполняют все то, что Ты им говоришь. И они провозглашают Тебя Сыном Бога, Сыном Бога Живого. Они признают Твою всесильную власть, Господи. И мы хотим, чтобы в нашей жизни не было этих сил, потому что они подчинились Тебе. Потому что наше сердце, наш дом, он не просто чист и выметен и прибран, но наш дом заполнен Духом Твоим, Святым. И ничто нечистое не может войти, ничто нечистое не может прикоснуться. Аллилуйя, слава Тебе, Господь. За это понимание мы благодарим Тебя, Господь. И сохрани нас. Сохрани нас, сохрани близких наших, сохрани родных, всех тех, кто, может быть, находится сейчас близко и играется с этими силами тьма. Господи, мы просим, умоляем, Ты таковых убереги, как Ты смог уберечь всех тех, кто подходил к Тебе, кто преклонялся перед Тобой и знал, что Ты есть Сын Божий, Ты есть всемогущий Бог. Господи, мы сейчас будем участвовать в этом причастии, мы будем вспоминать Твои страдания, будем вспоминать Твою смерть и просим, чтобы Ты благословил это служение. Благослови каждого, кто будет участвовать. Благослови каждого, кто будет преподавать это служение. Просим, умоляем, очищение грехов, освобождение от грехов. Господи, мы просим, все то, что есть негодное, удали из наших сердец, чтобы мы могли прикоснуться к святыне Твоей и быть удостоен Тобой, быть частью вечерей Агнца. Благослови Господь. Молим и просим, во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. Аминь. Я сейчас хотел бы пригласить братьев, которые будут участвовать в хлебопреломлении. Это Панников, Граждан, Желобнюк и Макаренко. Пожалуйста, выйдите, мы с братьями пригодимся. В это время общим пением будем петь гимн номер 421 «Знаешь ли ручей». Памера, Граждан, Желобня, Горее-е? ПЕСНЯ 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 Я попрошу вас, в церковь, встать. Мы прочитаем из первого послания Коринфяна, Коринфянам 11-го, с 23-го стиха. То повеление, которое апостол Павел передает церкви, как совершать, либо преломление, как совершать причастие. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери и сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Помолимся над хлебом. Господи, благодарность Тебе за то, что мы можем находиться сейчас здесь. В этом помещении мы благодарим Тебя не только за уют и комфорт, который Ты создаешь сейчас в нашем жизни, в наше сердце, Господи, но мы благодарим Тебя за спасение, которое Ты даровал каждому из нас. За этот уют и комфорт и гарантию того, что мы будем иметь вечную жизнь. И жизнь не просто, а жизнь с Тобой. Жизнь на небесах Ты гарантировал это своей смертью. Ты гарантировал это своим ломимым телом. Ты гарантировал это пролитой кровью на Голгофском кресте. Ты гарантировал это через Духа Святого, который находится в каждом из нас. Господи, мы благодарим Тебя и славим, преклоняемся пред лицом Твоим. Господи, слава Тебе и благодарность. Мы также хотим, чтобы это действие, это причастие, которое сейчас будет происходить, чтобы оно было во свидетельство людям окружающим нас о том, что Ты действительно есть Бог. Ты действительно всемогущий Бог. Как Ты засвидетельствовал это тогда всему миру, Господи, Ты засвидетельствовал и всем живущим в той стране, и Ты засвидетельствовал всему нечистому миру о том, что Ты властелин. Мы хотим этим действием засвидетельствовать сейчас этому миру, то, что мы Твои дети. Мы приглашены Тобой, и мы находимся вместе с Тобой. Мы являемся частью Тебя. Благослови, Господь, это хлеб. Благослови наше участие. По имени Иисуса Христа молимся. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Благослови наше участие. Благослови наше участие. Благослови наше участие. Благослови наше участие. в хлебоприломлении, участвовать в хлебе, участвовать в вине. Мы имеем основание библейское. Мы дети Божьи. Мы избраны и искуплены им. Но мы хотим провозгласить, кем является Иисус Христос в нашей жизни. Поэтому сейчас, когда будут подходить братья, тарелки с хлебом, вставайте, молитесь, просите у Господа прощения. Просите, возможно, обновления для своих душ. Пусть Господь касается и по-особому разговаривает с нами, когда мы вспоминаем о том, как тяжело пострадал Он за нас. Мы приглашаем всех членов Церкви, которые приняли святое водное крещение, которые являются в мире с Господом и друг с другом. Пожалуйста, участвуйте в этом служении. Также и гости, если есть среди нас таковые, участвуйте в этом служении на таких же основаниях. Пусть Господь благословит каждого из нас. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Все желающие участвовали. Субтитры создавал DimaTorzok Так же и чашу после вечери и сказал, Сия чаша, есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Дорогой Господь, это символ завета, который Ты заключил с каждым из нас через пролитие крови. Ты должен был пролить кровь для того, чтобы очистить нас, для того, чтобы удостоить нас, чтобы мы могли быть частью Твоего завета, частью того соглашения, которое Ты заключил с каждым из нас, по которому мы имеем вечную жизнь, под которым мы имеем прощение грехов, по которому мы пользуемся, всеми обетованиями, которые Ты дал человеку. Слава Тебе и благодарность. Мы благодарим Тебя за Твою пролитую кровь, и мы просим и умоляем, чтобы эта кровь продолжала омывать, как каждого из нас, так и тех, кто, может быть, еще не знает Тебя. Господи, пусть сила Твоей крови, она продолжает действовать сейчас, здесь, на земле и в нашей жизни. Благослови, Господь, когда мы будем принимать и это участие в чашу. Благослови, Господь, чашу. Благослови каждого прикасающегося дней. Молим и просим во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. Пожалуйста, садитесь. На тех же основаниях, пожалуйста, участвуйте и в чаше. Когда будут братья подходить, вставайте и берите чашу аккуратно, пожалуйста. Молим и просим во имя Иисуса Христа Иисус Христа Иисус Христа Играет музыка. 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 Играет музыка.